Итак, всем привет еще раз. Значит, только что я снял видео про Windows 11 обновления 25.211 Insider Preview. Сейчас его выложу и следом сразу же я говорил в том ролике про то, что нам недоступны некоторые из функций, так как Microsoft выпустил некоторые обновления для узкого круга лиц. Именно поэтому мы с вами некоторые из обновлений не видим, допустим, такие как виджеты или анимированные иконки в параметрах. Итак, для включения любых из этих функций, которые нам недоступны, нам понадобится предложение VIV Tool версия 0.3.1. Ссылочку на нее оставлю в описании. Для начала вам необходимо ее скачать и распаковать желательно в корень диска C, чтобы вам потом было проще все это делать. То есть открываем диск C, распаковываем сюда архив файлика, назвав папку VIV Tool. А далее нам понадобится командная строка. Командную строку можно запустить, допустим, из поиска. Вписываем к МД и запускаем от имени администратора. Обязательно от имени администратора. Командная строка есть, приложение распакованное и теперь нам понадобятся некоторые команды. Я подготовил для вас текстовый файл, в котором все эти команды прописаны. По ссылочке в описании вы также сможете скачать этот файлик. Здесь я описал все, что нужно делать, какие команды вводить в командную строку, для того, чтобы включить ту или иную функцию. Давайте пробежимся по функциям, которые я предлагаю вам включить. Мы можем включить анимированные иконки в параметрах. То есть, если мы приглядимся, то при нажатии на иконку, видите, происходит анимация. Как вы уже поняли, я эту функцию включил. Вы ее можете включить с помощью определенных команд. Итак, анимацию иконок мы можем включить. Также мы можем включить перетаскивание значков в обновленном системном трее Windows, которое пришло с последним обновлением. Также мы можем включить интерпретированную с Windows 10 поисковую строку. То есть, не просто значок у нас будет, а интересный, красивый на панели задач значок. Также в проводнике мы можем включить вкладочный интерфейс. То есть, здесь будут вкладки у вас. Видите, у меня есть уже. Если вдруг вы на предыдущих версиях каких-то, еще не инсайдерских, то вы можете включить вот такую вот интересную вкладочную версию Explorer. Ну и также мы можем включить полноэкранный режим для виджетов. Тот пресловутый, который нам все-таки не дали. Как видите, включить я его не могу, но с помощью данного приложения мы его включим. Давайте покажу вам пример, а все остальное вы делаете по примеру с любыми командами. Итак, для начала нам нужно в командной строке указать, где у нас расположена папка Swift Tool. Для этого вот у вас есть пример. Можно его скопировать. И ввести в проводнике. А теперь нам необходимо вводить команды на выполнение. Выбираем, что нам нужно. Я хотел, допустим, сделать у себя красивую поисковую строку. Для этого берем команду. Копируем. В конце у вас указан вариант. У меня шестой. Это самая красивая, самая расписанная поисковая строка. Вы можете выбрать одну из этих кнопок. То есть здесь есть описание. Все увидите в файлике. Вставляем команду. И нажимаем Enter для выполнения. Убедитесь в том, что у вас есть надпись. SACISFALY SET FUTURE CONFIGURATION. Если такая надпись есть, значит у вас все выполнено. Как видите, у меня пока ничего не поменялось. Необходимо перезагрузить компьютер. Кстати, рекомендую вам после каждой перезагрузки вводить новую команду. Не вводите все их сразу. А то, может, просто запутаетесь. Если вдруг вас что-то не устроило и не понравилось, вы можете отключить любую из функций, введя ту же самую функцию. Единственное, что Enable, заменить на Disable. В конце здесь у вас в файлике она есть. То есть вот на такую функцию. Все то же самое, только вместо Enable Disable. Так вы отключите то, что вы включали. Давайте перезагрузим комп и посмотрим, что у нас получилось. Итак, после перезагрузки видим, что тип поиска на панели задач у меня изменился. Теперь вот такая вот длинная полоса с надписью Type here to search. То есть напиши здесь поиск. Когда мы нажимаем, в принципе, у нас влетает тоже окошко, что и раньше. То есть функция здесь ограниченная для поиска. Ну вот такая вот штука. Вот так вот получилось. В общем, ребят, вот такие вот способы включить те функции, которые были в обновлениях, но вы их не получили. Но сразу хочу предупредить, что многие из этих способов включения функций могут вам убрать новые функции, которые у вас есть. Вот, например, у меня пропал диспетчер задач с панели задач. То есть вот некоторые функции мы приобретаем, некоторые теряем. Так что будьте внимательны. А так способ я вам рассказал. Также вы можете еще кучу команд найти для этого приложения, для VIF2. И вводя в свои операционные системы, получать те или иные функции, которые вам недоступны. Ну, на этом все. Надеюсь, что я просветил вас, и вам это понравилось. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok